Поющие тигры и юные акробаты. В Караганду с гастролями приехали артисты московского цирка. В этот раз именитые коллективы покажут номера, завоевавшие награды на мировых фестивалях циркового искусства. Подробности у Антона Александрова. Восьмилетний Дмитрий Маркин работает на высоте уже второй год. Вообще же сам номер акробаты на першах существует уже более 20 лет. Выступающая в Караганде семья Маркиных – последователи великого создателя этого циркового трюка Николая Земского. Своим талантом юный эквилибрист уже покорил зрителей многих стран. Я этот номер показывала в Риге, в Испании, во Франции, Америке. Номер с катушками прост только на первый взгляд. Семейное трио за это выступление было удостоено бронзовой награды на фестивале в Монте-Карло. В Канаде получили золотую медаль, а в Париже – серебро. Легкость выполнения обманчива. На постановку номера ушло несколько лет. К тому же не прекращаются его совершенствования. Физически, понятно, научился делать, проблем нет. Это любого можно научить. А психологически, как ты будешь справляться и делать какие-то трюки, чтобы они из раза в раз получались, это, конечно, ответственность. Потому что одно дело, я не хочу жанрники обижать. Ты жонглируешь, где у тебя упал мячик и ничего не отразилось. Но если ты залез и упал, это уже как бы не мячик. Рустам Мачанов запросто может подойти и погладить хищного тигра, как обычную кошку. Этот номер цирковой программы больше похож на общение отца с детьми. Правда, в роли последних выступают полосатые хищники весом в 250 килограмм. Они же искусно поют, Когда надо, рычат И ловко выполняют любые указания дрессировщика. Без клетки на манеже в программе «Полосатый рейс» выступают медведи, голуби, ослы и обезьяны. Номера с дрессурой животных в этот раз занимают примерно половину всей цирковой программы. Удивить зрелищностью и виртуозностью в темноте умудряется Ольга Вайман. Артистка московского цирка Никулина больше 10 лет работает в этом жанре. За это время уже покорила зрителей Франции, Испании и Германии. И останавливаться на достигнутом не собирается. Я занималась детской цирковой студией. В детстве пробовала и жонглировать, и акробатику, и воздух. И остановилась на этом жанре, потому что у меня больше всех получался. И больше всего понравился. Один, второй обруч, третий обруч добавила. И так пошло, пошло, пошло. Я не стала останавливаться, добавляла, добавляла. Ну и в принципе продолжаю совершенствоваться, стараюсь. Держать в тонусе зрители умудряются и заслуженные артисты России. Клоунский дуэт Лаки существует уже почти 30 лет. Основной упор коверные делают на актерскую игру. Так что маленький зритель здесь смеется от души. Гастроли артистов московского цирка в Караганде только начались. Выступления проходят каждые выходные до конца февраля.